Всем привет! Вы на канале Вульфи Нитрич. Разбираем обновление Black Desert Mobile. Руки мои живут своей жизнью, показывают вам что-то. Тоже рада вас видеть. Black Desert Mobile обновление. Повторюсь, вдруг я сказала Black Desert Online. От 4 июня. Лето, жарко, чуть-чуть, мозг уже все, плавится. По контенту у нас сегодня к нам приехал Ронин. Это вот такой вот конь со щитом и штрикалкой. Групповое покорение. В Корею приехали новые осады. Новые осады узлов. Все это будем разбирать понемножечку, потихонечку. Как всегда, начинаем с ивентов. Ивенты сегодня очень простые. Молоток удачи и все. Нет, на самом деле не все. Значит, во-первых, вот этот ивент у нас, смотри, сделать 9 посевов, 100 энергии потратить, 100 миллиончиков. Получаешь дополнительные молотки. Бесплатно получаешь 3 молотка каждый день. Нажимаешь начать. Тебе предложат обновить поле. И вот такие награды. Сейчас я специально для видоса для вас всех обновлю, чтобы были вообще понятны вариации. То есть вот так вот, например. Во, вот это мне больше нравится доска. Ну, ради вас обновлю еще третий раз. Тоже неплохо, много покоряшек, плиты. Вот это все в целом. Играется все просто. Ты можешь либо сдвинуть за жемчуг сразу целый ряд и, так сказать, пройти доску. А можешь чисто бесплатными молоточками, бам, и потихонечку, потихонечку забирать награды. И я тебе скажу так, сколько бы ты ни подгадывал, вот, допустим, смотри, сейчас он, моську, видишь, вот тут высунул, тут его и не было, а он взял, тут вылез. Короче, можешь даже просто вот тыкать, вот так вот, вот так вот. Даже не пытайся угадать, не пытайся его поймать. Это все не работает. Оно вот выскочит ровно там, где решит. От тебя ничего не зависит. Атака черной энергии – это мероприятие, которое будет проходить с 12 по 23.30 серверного времени. Это минус 2 от Москвы. То есть, чтобы московское время посчитать, просто плюс 2 делаешь. Среду, пятницу, пятого, седьмого. И среду, пятницу, двенадцатого, четырнадцатого. На почту тебе отправляется отметка покорения отряда мировых боссов. Принять участие сможешь там. То же самое, что покорение этого братства. Ты заходишь, точнее, сначала делается подбор из пяти участников, по-моему. Вы заходите, по очереди появляются три босса. Вы их убиваете и, в конце концов, получаете вот такую вот награду. И это можно будет сходить, получается, вот в день. К началу акции на почте будет отметка. То есть, по идее, 4 отметки, 4 раза сможешь сходить. И, в принципе, можно просто отметки покопить и в последний день сходить. Главное, не забыть. Остров пиратских сокровищ. Еще неделя есть на то, чтобы попытаться выбить куски для сокровища. И делитесь в комментариях, пожалуйста, вашим, так сказать, счастьем. Выбили вы хоть какое-то сокровище или не выбили. Потому что я не выбила ни собой, ни нитричем. Дальше продолжается ивент канат удачи. Дальше ежедневные миссии на убийство монстриков. Задание для гильдии еще целая неделя. Журнал отметок, не забываем отмечаться. И журнал Аскей, вот тоже не забываем отмечаться. Так, теперь по поводу контента. Ронин. Значит, смотри. Чуть попозже я выпущу видос. Но сначала мне нужно туда сходить. Адекватно все протестить. Пройти для начала. То есть видос будет выпущен, ну, не раньше, я думаю, чем через месяц. Вот. По камосу я скорее выпущу. У меня уже все готово. Поэтому я сейчас в теории. Разберем с тобой тактику. Примерно вспомним, как у нас фармится камос и офим. Да, там будут аналогии. И в целом для опытных людей достаточно будет, я думаю, информации. А у кого будут проблемы, то тогда либо пишите в комментариях вопросы. Если я буду знать, чем вам помочь, то я подскажу. Если нет, то ждите видоса, когда я наглядно покажу, как он будет фармиться. Итак, для того, чтобы этот босс открылся, тебе нужно пройти историю. Которая для тебя, вот прям сразу ты заходишь в игру. Если у тебя уже выполнены условия, а именно закрыта сюжетка в Камосильвии, в северо-восточной Камосильвии, да, выполненная история основная, то ты уже можешь сходить на это, выполнить историю. И по истории, обрати внимание, тут разные, полезные, реально много всяких хороших наград. И 10 бессов. Вот. Задание выполняешь, к Ронину имеешь доступ. То есть, вот смотри, сейчас уже я могу, например, тыкнуть на Ронина. Однако, во-первых, сейчас, в принципе, пока групповое покорение не активно. А во-вторых, меня сюда не пустят, пока я не сделаю нужное задание. Также по БСу есть ограничение 55 тысяч БСа. Пора уже мне апать БС. Я думаю, у меня там на тысячу, может, накопилось ресурсов. Вот. И теперь что по тактике. Напомню, что ты можешь выбрать только одного босса, на которого сходить. Если ты сходишь на Камос, ты уже сюда на эту неделю попасть не сможешь. То есть, ты выбираешь одного из трех. Но я рекомендую ходить по твоему БСу. То есть, если ты по БСу тянешь только нижнего Офина, ходи на Офина, расти, и потом только пойдешь на Камос. То есть, когда уже Камос, ты уже все, ты допрыгаешь до ПБСу, до Ронина, тогда только идешь на Ронина. Раньше времени, там, я рекомендую туда не торопиться. Вот. Потому что нервов потратите, расходки потратите в виде, там, обедов и банок. Может быть, не повезет вам с группой. Вы там ничего не порешаете, потому что вы маленький, слабенький. И зафейлите и остальным, и сам тоже время потратишь. Поэтому я лично рекомендую. Если у вас, конечно, есть желание, то развлекайтесь, как хотите. Кто я такая, чтобы вам запрещать. Итак, когда ты заходишь, появляется вот такой красавчик, и у него базовая одна атака, точнее, две атаки. Первая атака, это он просто перед собой машет, то есть, если сзади бить, то вполне будет хорошо. И он периодически вот так установится на дыбы и начинает куда-то бежать. Ты тоже пробелом спокойно в бок уходишь, перекатом, и он тебя не убивает, ничего с тобой не будет. Потом появляется, когда у Ронина 80% хп, вот, появляется колючая лоза. Судя по картинке, этих лоз будет много, но я думаю, что достаточно убить хотя бы там рядышком 2, 3, 4, расчистить себе полянку, на которой будешь потом фармить этого Ронина, и все. На убийство этой лозы дается определенное время, не указано сколько, но если ты в это время не успеваешь, то лозу больше ты никак и не убьешь. Поэтому нужно, я советую, вот именно зачистить какой-нибудь угол, чтобы в этом угле потом спокойно бить дальше Ронина. На 50% хп появляются зеркала, Ронин прыгает в одно из зеркал, и ваша задача, и наша задача в том числе, уничтожить одно из зеркал. Я так понимаю, нужно убивать то зеркало, которое второе, то есть вот он в первое зеркало запрыгнул, нужно убить второе зеркало. И через какое-то время Ронин из того зеркала, куда он запрыгнул изначально, выпрыгивает, и вот проходит вот такая массовая атака. Как у Офина есть похожая атака, у Камос есть похожая атака. Просто ваша задача через пробел, через пробел, увернуться от вот этого всего. Видишь, оно как пульсирующее, пум-пум-пум-пум-пум, то есть как пульсирующее. Важно просто дождаться, перекатиться и все. Но прикол в том, что вам до того, как он начал вот этот вот бежать, вот этот марш, вам нужно второе зеркало уничтожить. Если его не уничтожить, то из вот этих зеркал в случайном порядке будут выбегать вот эти пацаны, и это будет как бы дополнительное вам мешательство. Так что важно сделать акцент на зеркале, как только 50 хп осталось у процентов у Ронина. Дальше. Когда у Ронина остается 20%, он превращается в бешеного коня, и, как и Камос, начинает кастовать подряд все скиллы. Но, как видишь, здесь что? Во-первых, ускоренная гифка. Я уверена, что он не будет вот так прям циркулировать, он будет как-то предупреждать. Но, с другой стороны, если вдруг... Ну, а когда бить, да, если он будет постоянно кастовать? Ну, я думаю, что это будут хаотичные скиллы. И если ты будешь стоять под ним, а потом просто, когда ты видишь красную землю под ногами, и ты видишь, что ты не успеваешь в сейв-зону забежать, пробелом выйдете эти атаки. То есть, в принципе, я думаю, что это все можно пережить. Если можно жить под Камос, метеоритными этими всеми огнями, дождями, то, в принципе, и тут я тоже думаю, главное вовремя нажать пробел. Или еще вот мне подсказали, баф духа юзать, он тоже дает тебе устойчивость. Ну, либо попробовать блоком переждать, но если ты слабенький по гиру, то блок тебе снесут моментально. Ну, и на все про все, на фарм этого Ронина тебе дается 15 минут, ну, точнее, тебе и твоей команде, которая рандомно подберется, 15 минут. Если же за 15 минут не уложиться, он просто дает массовый скибидыш, и вы все умираете. С Ронина можно выбить расколотый пояс хранитель леса. То есть, это по принципу, как мы с Камос выбиваем, как мы выбиваем с кого там еще, с Шакоту можно получить. Огра еще можно где-то взять, не помню точно где, но все вот эти движухи, да, что ты бежу. И у бежи появляются дополнительные эффекты. В нашем случае с Ронином это баф. Во-первых, на всех своих ближайших союзников накладывается снижение урона от игроков увеличения максимум показателя на 10% в течение 10 секунд. Во-вторых, восстановление 750 хп союзников каждые 2 секунды в течение 6 секунд. И обычно, когда так пишется, то 750 это фулл хп, которое будет восстановлено. То есть не каждые 2 секунды по 750, а всего 750 делим это на 3. Это у нас будет 250 хп каждые 2 секунды 3 раза по 250 хп союзникам восстановят. То есть не прям такие ахти-ухти, но приятно, если вдруг тебя кто-то похилит. Козырный видосик запишу, сейчас допишу, и я тебе кастану ракетку. Привет. Вот, буквально 10 минуток. Подожди, пожалуйста. И, соответственно, если ты выбиваешь вот эту штуку, то у тебя ты можешь спокойно дальше бежу перекрафчивать. То есть хочешь в хаос, хочешь в опустошение, что хочешь с ней дальше делаешь. Также с Ронина будет падать итемка, очень похожа на точку для брошки феи. Лично я сразу и подумала, что с нее начнет падать точка для брошки феи. Ни хера. Это новая итемка. Она такая, как видишь, более помятая, что ли, или что-то с ней такое сделали. Вот. Когда у тебя будет 25 штук на руках, то ты сможешь получить вот эти вот на ожерелочку дракона призыв, да, и вот этого камоса, соответственно. Ой, камоса, господи, Ронина. Вот. Но стоит понимать, что, наверное, вот эта фигня будет падать так же редко, как и сама готовая цельная. Дальше, 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 дальше. Правки по классам неинтересные. Ничего такого вообще никакого. Монетка. Монетка, монетка, монетка. Что по донату? Значит, славный набор. Жемчуг. Вот такой у нас наборчик. Если кому-то нужна помощь с донатом, то есть пополнить счет, например, в БДМе не можете, или там в другой игре какой-нибудь вам нужна помощь с пополнением, либо купить игру, например, Диаблоко, мне сейчас обращались, скидки там хорошие на делюкс-версию, то пишите мне в Дискорде, расскажу, помогу, чё, куда, как. Так, теперь давай быстренько разберем корейский патчноут. В корейском патчноуте сегодня просто правки осады. Перевод не смотрите. У нас тут, видишь, битва за замок, но мы разобрали, что это битва за узлы. И теперь она будет выглядеть следующим образом. На узел регается максимум 5 гильдий. То есть делается куча-куча-куча ставок. Топ-5 по ставкам попадают на узел. У каждого есть своя точка база. Осада будет длиться теперь 20 минут. Раньше час, ну точнее у нас сейчас час, в Корее сделали, что 20 минут. Нападая на чужие вражеские базы, ты можешь эту базу перезахватить. И в итоге у тебя, например, будет 2 базы. И ты будешь, я так поняла, резаться рандомно. Что будет с той гильдии, которая потеряла базу? Будет ли она где-то резаться? Как она вообще дальше будет продолжать осаду? Я не знаю. Но вот как-то так. Может быть она вылетает, и у тебя получается преимущество 2 базы. Но остальные противники могут у тебя эту базу отобрать. Исход осады зависит от того, в общем, победителем будет та гильдия, которая захватила больше крепостей. Если крепости у всех одинаковы, то будет смотреться по хп. Это если гильдия, территория нейтральная. Если территория уже кому-то принадлежит, то вот нам разобрали пример, но возможно, возможно, нам лучше дождаться нашего перевода, потому что вот тут, мне кажется, не хватает буковки, кто победит. Потому что вот тут смотри, гильдия А является владельцем, на нее нападают 2 гильдии других, у нас 3 участника. У второй и третьей гильдии хпшки по 50%, но при этом осталась живая гильдия владелец. И она как будто бы побеждает. А вот тут, если, например, гильдия владелец осталась живая, но по хп есть разница, то тогда побеждает тот, у кого больше хп. Вот такая движуха. Плюс добавили возможность чинить кип, ты можешь восстанавливать хп, но не забывай, что эта починка будет сниматься абсолютно любым рандомным уроном, пушки, какая-нибудь залетная, не знаю, кто там у нас, дракания, ну, в общем, любой класс, который просто нанесет тебе урон. Вот эти штуки можно будет изготовлением создавать, также можно купить на аукционе. Еще добавили огненки, и вот эти все дополнительные постройки можно ставить только в определенных точках, то есть абы куда ты не ткнешь. Добавили огненку, два вида у нас будет, обычная огненка и улучшенная. Добавили форпост, который позволяет тебе поставить дополнительную точку воскрешения на территории осады где угодно, а также добавили, я так поняла, палатки, которые сокращают тебе время воскрешения, но что-то палаток я на скрине не вижу. Вот, это все будет крафтиться в изготовлении, и это все можно купить на аукционе, и это все нужно заранее перед осадой пожертвовать через крепость гильдии, как сейчас это делается с пушками. Вот, кто в осадах играет, тот понял. И вот когда у тебя стоит вот такой форпост, его можно будет поставить только один раз, огненки можно поставить в... до 10 огненок можно в арсенал запихнуть, и одновременно можно вызвать 2 до 4 за каждую базовую войну. То есть, ну, я так поняла, 10 можно пожертвовать, но 8 только можно использовать. Вот, что дальше? А дальше, собственно, тренировочный режим еще добавили, то есть ты можешь зайти со своей гильдии, пощупать, как работают те или иные инструменты, и попробовать, ну, как это будет потом, как бы уже приготовиться, узнать механику, и потом идти на нормальную осаду. Также при захвате узла будет даваться определенный баф на гильдию, обратив внимание, это и шанс в разных регионах, например, горы, земли Шерихана, Великая Пустыня. Также увеличение опыта, увеличение живучести, я думаю, это хп, увеличение ремесленного опыта, дополнительная атака и защита на мобах, и так далее. За замок, соответственно, вот такой баф будет на всю гильдию. Так что, вот. А также стимулы увеличиваются для каждого базового уровня, это походу награда. Вот. Еще дается вот такой сундучок, в котором медальки и ослепительные, почетные медали и ослепительные медали, НПС, у которого эти медали можно будет поменять, обратив внимание на прикольные вещи, так, атак, вот лимит, весь полный список. А также еще апнули награду гильдийный отряд, гильдийный, как он там, вот эта фигня, вот эта фигня, фигня контент, элитный отряд гильдии. Вот. И тут, вот, деньги и опыт остался тот же, очки гильдии остался тот же, но добавили ящик с тотемом и запутанное время добавили. В зависимости от уровня сложности, который будете проходить, будет дополнительно вот эти награды. Все, в Корее тоже все, по магазину корейский нам не интересен, вот, спасибо всем за просмотр, подписывайтесь на каналчик, приходите на стримы, повторником разбирать обзор, обновления в прямом эфире, задавайте вопросы, если вдруг у вас что-то есть, и не забывайте, что на Boosty у нас есть шпаргалочка по Black Desert Mobile. Там собраны все абсолютно полезные материалы, которые мы там на YouTube выпускали, либо на сайте Яга делала текстовый. И, собственно, что? И там все есть. Вот для новичка там полезно, может быть, старичок тоже для себя там что-то интересное найдет. Всем хорошего дня, удачного вам дропа, хорошего фана, и до встречи в следующих видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok